Всем привет, друзья! Меня зовут Павел Сафронов, и прежде всего я попрошу вас распространить это видео максимально, поставить этому видео лайк и написать множество комментариев, а также подписаться на канал и поставить колокольчик. Итак, я всех призываю выходить на митинг 23 января в 14.00 на центральной площади любого вашего города. Многие из вас сомневаются, стоит ли принимать участие в данной протестной акции, и я вам скажу, что однозначно стоит, потому что с таким уровнем коррупции, с таким уровнем беспредела силовых структур у России просто нет и не может быть будущего. А значит, нет будущего и у вас, и у ваших детей. Сейчас я бы хотел вам дать советы о том, как безопасно и комфортно принять участие в данном мероприятии. Прежде всего, посмотрите на погоду, оденьтесь потеплее, возьмите с собой термос с чаем, возьмите с собой что-нибудь покушать, бутерброды, что-нибудь такое, что вы сможете употреблять на улице. Возьмите с собой друзей, ну или если никто из ваших друзей не захочет к вам присоединиться, то вы можете найти компанию прямо на этом мероприятии. Я уверен, там много ваших единомышленников. Соберите эту компанию и держитесь ее. Держитесь так, чтобы люди, которые с вами, с которыми вы только что познакомились, или ваши друзья были как бы в одном костяке, держались вместе, чтобы не терять друг друга из виду. Попросите одного из вас вести непрерывную видеосъемку всего мероприятия, происходящего. Сами же, если вы не ведете эту видеосъемку, то поставьте на телефоне диктофон, чтобы в дальнейшем вы могли доказать в случае задержания, что никаких противоправных действий вы не совершали, либо же, напротив, что противоправные действия совершались в отношении вас. Затем, вы можете высказывать свое мнение, вы можете высказывать свою политическую позицию, и это гарантирует 31 статья Конституции. Нет понятия «несанкционированный митинг», потому что это право на свободу собраний закреплено в Конституции. В случае, если кого-то из ваших друзей пытаются задержать, не давайте это сделать. Если, конечно, ваш друг не совершал ничего противоправного, не бил в витрины, не громил автомобили, не нападал ни на кого, то его задержание абсолютно незаконно, и вы имеете полное право защищать его, защищать себя и защищать окружающих. В то же время, применять насилие к представителям власти все же не стоит, потому что за это могут наступить тяжелые последствия, вплоть до уголовной ответственности. В любом случае, конечно, это будет неправильно по закону, потому что любое задержание на подобном митинге априори незаконно, и вы имеете право полностью защищать себя любыми доступными вами способами, а также защищать своих близких людей. Но практика показывает, что лучше все-таки избежать этого. Но вы можете обнять своего друга, которого задерживают, или человека, которого вы видите, что задерживают. Вы можете просто обнять его, и таким образом задержать его будет сложнее. И если так сделают несколько человек, это будет намного сложнее для мусоров огромную кучу людей запихнуть в автозак. Их, в конце концов, намного меньше, чем вас, и они боятся, поверьте мне, даже больше, чем вы. Затем, если вас окружили мусора, ну это космонавты там в форме, кто угодно, кто препятствует выражению вами своего мнения, кто за коррупцию, кто защищает коррупцию, кто не хочет будущего вам и вашим детям, то, если вы хотите куда-то идти, если вам нужно куда-то пройти, то, ну, я бы рекомендовал вам не толкать их и не применять к ним насилие, ни в коем случае. Зато кто-нибудь из вас сможет встать, показать руками, что он никому не применяет насилие, и встать спиной к этим, собственно, людям, которые вас где-то замкнули и окружили. И вот уже его вы можете по-дружески толкать, то есть вот я, допустим, стою, сзади меня там стоит толпа ОМОНовцев, да, окружает, там вас не дают куда-то пройти, и вы можете меня толкать, я как бы ничего не делаю, я никак не воздействую на полицейских, и вы никак не воздействуете на полицейских, если будете толкать меня. И, соответственно, мы можем так, так сказать, вежливо попросить их подвинуться, чтобы нам можно было пройти и спокойно выражать наше мнение дальше. Если вас все-таки задержат, то прежде всего, что вам надо будет сделать, надо будет сделать это заранее. Вам нужно будет сохранить телефоны, ОВД-инфо, или если у вас есть какого-нибудь защитника, который сможет помочь вам, оказать вам юридическую помощь. Если у вас такого человека нет, то смело сохраняйте телефон ОВД-инфо, либо же подписывайтесь на их телеграм-канал, и у них есть там множество телеграм-ботов, в которые вы можете сообщить, кто вы, где вы находитесь, какую статью вам вменяют, и, собственно, какая помощь вам требуется. И они, по возможности, направят к вам своего адвоката. Возьмите также в мероприятии несколько чистых листов бумаги и ручки для заявления необходимых ходатайств и написания заявлений. Дело в том, что во время производства по делам об административных правонарушениях вы имеете право заявлять ходатайство на имя лица, в производстве которого находится дело. Поэтому вы можете смело заявлять ходатайство о всех ваших надобностях, о том, что вам требуется защитник, требуется переводчик, требуется иная помощь юридическая, требуется проведение каких-то мероприятий, направленных на установление вашей невиновности. Также, когда на вас будут составлять протокол административного правонарушения, вам должны будут разъяснить права и обязанности до составления протокола административного правонарушения, а также составлять его в вашем присутствии. То есть именно при вас полицейский должен прийти, разъяснить вам ваши права и начать заполнение протокола. Никакие объяснения До этого он, конечно, может с вас взять объяснение Но также перед объяснением он должен разъяснить вам ваши права и обязанности Предусмотренные статьей 51 Конституции 25.1 Кодекса административных правонарушений Если же он этого не сделал, либо сделал это после составления протокола административного правонарушения Либо же после того, как вы уже дали объяснение и дали любые свои данные Любые ваши данные, которые вы даете, любой разговор с полицейским касательно установления вашей личности Или сути дела, это также объяснение, это также показания И перед этим он должен был вас ознакомить с правами и обязанностями Конечно же, они этого никогда не делают, это грубейшее процессуальное нарушение В таком случае в графе за 51 статью Конституции, где они ставят галочку обычно, где расписываться Вы пишите «не разъяснено» Не ставите подпись, а просто пишите «не разъяснено» То же самое касается протокола административного правонарушения Если вам до начала составления протокола не разъяснили ваши права То, соответственно, пишите там «не разъяснено» А в самой же части протокола старайтесь быть краткими Никаких подробных объяснений, что вы там делали, не давать Просто пишите «ничего не нарушал, требуется юридическая помощь защитника» Прилагаю такие-то ходатайства Права не разъяснены, прилагаю такие-то и такие-то ходатайства Ходатайство пишется на отдельном листочке в письменном виде То есть, если вас задерживают, ограничат вашу свободу То вы, соответственно, просите отложить составление протокола административного правонарушения И отпустить вас, так как вам требуется время для ознакомления с материалами дела Следует подать даже отдельное ходатайство об ознакомлении с материалами дела Об отложении составления протокола административного правонарушения и рассмотрении дела Для поиска и привлечения защитника То есть, чтобы вам дали время, чтобы найти защитника, если у вас его нет И уже потом с защитником вы сможете прийти И, собственно, в отношении вас могут составить протокол административного правонарушения но вы уже сможете пользоваться юридической помощью. Подписывать протокол или не подписывать, я бы рекомендовал вам подписывать в конце протокол, именно внести все замечания, что вам не разъяснено, что вам требуется помощь защитника, приложить все необходимые ходатайства. Можете также заявить ходатайство о направлении дела для рассмотрения по месту жительства, вы имеете на это полное право. И значит в конце протокола вы уже ставите подпись. И за копию протокола вы ставите подпись только тогда, когда вам вручена это непосредственно копия, которая будет тождественно оригиналу этого самого протокола. Все действия по заполнению протокола, то есть вам дали протокол на ознакомление, вы должны зафиксировать, фотографировать. У вас должна быть непрерывная либо аудио, либо видеозапись всего происходящего, потому что чтобы вы потом доказали, что вам не разъяснили ваши права и обязанности или протокол составили в вашем отсутствии. То есть они часто приносят просто вам заполненный протокол. Это все потом поможет вам в обжаловании незаконных действий полиции. То есть или при рассмотрении дела административных правонарушений в суде. Обычно задержанные на протестных акциях меняют две статьи. Это либо 19.3 Кодекса административных правонарушений, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции, ну законному, конечно, в кавычках. Там предусмотрен либо штраф до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток. Это статья арестная, вас по ней могут до суда задерживать до 48 часов. Вторая же статья, это 20.2, и если вы в первый раз, это часть пятая. Это нарушение правил проведения каких-то мероприятий публичных и так далее. Там не предусмотрен административный арест, поэтому держать вас по ней могут не более 3 часов. И мера наказания там предусмотрена, соответственно, только штраф. Действия, в принципе, при и той, и той ситуации выполняются одни и те же. Единственное, что когда вас задержат на 48 часов, в принципе, следует заявить ходатайство о том, чтобы вас, собственно, отпустили. Потому что вы не собираетесь скрываться, вы явитесь по повестке, вы можете принять информацию, когда будет рассмотрение дела и в какой суд нужно явиться. То есть задерживать вас в никаких основаниях не будет. Еще хотел бы сказать, что когда к вам применяются какие-либо противоправные действия или составляются какие-либо административные материалы, постарайтесь запомнить имена, фамилии всех участвующих в этом лице. То есть полицейских там или кого-то еще. Если же они не представляются, то номера, значков, соответственно, или как-то как их можно идентифицировать, если у вас не получается, соответственно, их заснять. Также прошу обратить ваше внимание, что в случае задержания сотрудниками полиции, ну или, проще говоря, мусорями, так как мусоря у нас совершают, как правило, такие незаконные действия, как задержание людей на мирных митингах, вам может потребоваться медицинская помощь. Не стесняйтесь, вызывайте себе скорую, если вам плохо, и требуйте вашей госпитализации в медицинское учреждение. Соответственно, вас должны будут без проблем отпустить, если медики придут к выводу, что у вас вот такое вот состояние, такая вот кондиция, что вам требуется медицинская помощь. То есть никаких там, никакие протоколы не должны мешать вашему здоровью. Особенно, если к вам было применено какое-либо насилие. Какое-либо насилие – это любые действия сотрудников полиции или каких-либо иных лиц, причинившие вам физическую боль или же вред здоровью. Ну и в конце еще раз вас попрошу не бояться. Наше дело правое, и мы обязательно победим. Мы победим эту коррупцию, мы победим Путина, мы победим всех бандитов и воров, которые захватили власть в нашей родной стране, друзья. Иного варианта просто быть не может. Максимально распространяйте информацию о том, что происходит в нашей стране, поставьте этому видео лайк, пришлите это видео своим друзьям, которые собираются идти на протестную акцию, а если не собираются, обязательно убедите их принять в ней участие и объясните, насколько это все важно. Спасибо за внимание, не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик. Всем удачи, всем пока, Россия будет свободной. Субтитры сделал DimaTorzok